Ушная боль 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 Родители даже не знают, что у их ребенка болят уши. Есть два типа отитов, особенно это характерно для детей, у которых не дышит нос, у которых аденоиды. Есть тот отит, как мы называем катаральный, гнойный отит, когда ребенок орет, кричит, а родители и вся семья, да, наверное, все соседи знают, у этого ребенка заболело ухо, и они бегут. Но есть другое немножко коварное состояние, эксудативное, или как американцы его называют, секреторное. Жидкость в ухе, она есть, ребенок ни на что не жалуется. Но мама начинает отмечать, что ребенок начинает переспрашивать. Если ваш ребенок переспрашивает, если у вас ребенок не отзывается, стал невнимательный, делает громче, пульт на телевизоре, мультики знакомые уже смотрят так громко, что вы говорите ему, сделай потише. Это повод прийти к врачу. Снижается слух. Да, там скапливается жидкость, которую несколько, в идеальном варианте, вот как на том, что мультики, которые мы с вами смотрели, должна выйти в полость носа. Но если это не происходит, она может в любой момент нагноиться. В тот момент, когда вам надо завтра улетать, или у вас какие-то планы, а среди ночи у ребенка случился острый гнойный отит. Либо она становится густая, вязкая, и возникает адгезивный процесс, спаечный процесс. И ваш ребенок, к сожалению, будет плохо слышать. Вы приходите к подросткам, а подросток слабослышащий. Там спаечный процесс, который возник, потому что родители мало выделяли внимания. Поэтому, если ваш ребенок плохо дышит носом, существуют методики тимпанометрии, они довольно простые, нетравматичны для ребенка. Маленький датчик помещается в слуховой проход. Тимпанометры есть во многих поликлиниках, практически везде. И вы можете буквально за долю минуты убедиться, состояние какое у вашего ребенка среднего уха. Есть ли там жидкость, как работает слуховая труба. Потому что, к сожалению, если у вашего ребенка постоянно отиты, а он не дышит носом, это один из показателей к удалению аденоидов. Даже как избежать. Вот опять как же связано, да? Вот как систематически эти органы, ну вообще все совсем связано, да? Ну, поэтому и наша специальность такая. Борло-нос, опять возвращаемся к этому. Вот еще один такой момент, правильно-неправильно. Если ухо болит, надо погреть. И погреть вот еще, я не знаю, есть ли сейчас в домах, но я вспоминаю свое раннее детство, синяя лампа была у нас дома, да? И вот казалось бы, какая-то такая волшебная синяя лампа, которая погреть, и ухо, боль в ухе пройдет. Как к этому относиться? Наверное, девиз медицины основной – не навреди. Поэтому относительно сильнее лампы, я скажу, не навреди. Убираем, да? Не надо. Потому что в данный момент, с чем связан болевой симптом? Когда скапливается вот этот гнойный эксудат, бактерии размножаются, давление увеличивается. Давление давит. Оно давит так, что на единственную подвижную стенку, на барабанную перепонку. Она натягивается, и в тот момент она лопает, возникает перфорация, гной выходит, и ребенку становится легче. Вот в этот момент крайне опасно. Если вы начинаете греть, увеличивается давление. Ну, что мы греем? Мы нагреваем. Мы нагреваем. И давление еще усиливается. И не факт, что произойдет перфорация барабанной перепонки, или вы не успеете добежать до стационара, чтобы вам надрезали, как мы называем, парацинтез. И вы можете получить, к сожалению, внутричерепные осложнения. Ну, то есть, получается, тут способ такой. Заболела – иди к врачу. Не надо ни ковырять, ни греть, ни капать. Есть обычные капли, допустим, при возникновении. Существует ряд капель, которые входят во все стандарты. Они снимают отек, воспаление. Но все-таки лучше, чтобы это была консультация врача, и он бы уже сказал, что делать. Однозначно. Даже вот мы работаем с нашими коллегами-педиаторами, которые сейчас все больше и больше стали применять атоскопы. Они смотрят на барабанные перепонки. И мы объясняем, что капли-то тоже есть разные. Потому что одними каплями можно капать, когда барабанная перепонка целая. Другими, когда в ней есть разрыв. И закапывание первыми каплями в данный момент ухудшит состояние среднего уха. Поэтому атоскопия, посмотреть и выбрать грамотные капли. Поэтому в данном случае возник болевой синдром. Прежде всего, избежать внутричерепных осложнений. Потому что такое может быть, к сожалению. И вот сейчас прошла большую форму толаринголога в Санкт-Петербурге, где представили информацию о росте внутричерепных атогенных осложнений на территории Российской Федерации. То есть где-то не успели к врачу, где-то не обратили внимания, к сожалению. Поэтому вот такие вот заболевания, как хронические средние атиты, которые становятся все больше и больше. И из-под вали может сформироваться внутричерепное осложнение. И человек может потерять свою жизнь. Смотрим вопросы от зрителей. Есть у нас несколько вопросов. Давайте ответим на них. Если закладывают уши в самолете, это опасно? И если долго не раскладывают, что делать? Ну, действительно, мы многим пациентам даже рекомендуем не летать. Потому что если у вас есть проблемы с носовым дыханием, если закрыта слуховая труба, то прежде всего, если вам предстоит все-таки перелет, возьмите с собой сосудосуживающие капли. На взлете, особенно на посадке, их надо закапать. Особенно если у вас в жидкой форме, то по наружной стенке, голову, ушко к плечу, чтобы у вас капельки скатились по наружной стенке, слуховая труба открылась. Вы можете делать зевательные, глотательные движения. Вот, кстати, вот эти вот леденцы перед полетом, это не развлечение, да? Да. Это полезно? Да. Когда вы зеваете, когда вы глотаете. Я недавно в самолете обратила внимание, как лед переносят кошки. Кошки? Кошки, они интенсивно зевают. Они зевают, открывая слуховые трубы. Если у вас маленький ребенок, если вы летите с грудным ребенком... Дети всегда плачут на посадке и на взлете. Дайте ему грудь. Я здесь как отоларинголог вообще за грудное вскармливание. Дети, которые сосут грудь, болеют отитами в 10 раз меньше. Действительно. Потому что дети – это группа риска. Если у вас ребенок на грудном вскармливании, дайте грудь, чтобы он глотал, чтобы избежать отитов. Поэтому, если у вас остается данное состояние после перелета, пожалуйста, опять же, закапайте сосудосуживающий. Дальше очистите полость носа. Как мы говорили, правильно, высморкаться одной половины и другой. И потом вы можете, как мы называем, самопродувание. Плавно... Подышать в уши, да? Надуться, да. Надуться, а дальше сделать массаж, посглатывать и массаж. У нас есть еще один вопрос. Давайте посмотрим, ответим на него. Скажите, а почему при боли в ухе назначают капли в нос? Мы всегда говорим о том, с чего мы начали, что ухо – это пятая пазуха. Поэтому ухо должно вентилироваться слуховой трубой. Поэтому, когда вам доктор назначает лечение от отита, он назначает капли в ушке, чтобы снять воспаление, и капли в нос, чтобы открыть слуховую трубу. Я очень часто привожу примеры с обычной, с вашей кухней. Когда у вас забита труба, вам надо ее прочистить для того, чтобы то, что скопилось у вас в мойке, вышло в канализационную трубу. Это канализационная труба. То есть похожий процесс, да? Поэтому она должна быть открыта. Похожий процесс трубы должна быть открытой. Но еще вот буквально, если коротко, если плаваем в бассейне, попала вода в ухе, это опасно? Осталась вода в ухе? В общем-то, вода должна выйти. Поэтому в данном случае это естественное состояние. Уберите. Единственное, если у вас серные массы, большое количество, они могут разбухнуть. У вас появится ощущение, что переполненности, снижение слуха. Придите к лор-врачу, чтобы он удалил серную пробку. Поэтому в данном варианте, наверное, нет. Единственное, закрывайте уши, берегите от воды. Если у вас доктор сказал, хронический отит, у вас есть перфорация. Здесь надо закрывать. И плавайте в теплой воде. Потому что, к сожалению, существует такой наружный отит, как мы называем, отит пловцов. Особенно актуально для дайверов, для ныряльщиков в условиях холодных морей может произойти хроническое воспаление наружного уха, и слуховой проход будет сужен. Возникают такие вот сужения, трезе слухового прохода. Я думаю, что вопросов, наверное, остается больше. Я думаю, что в одной из следующих программ мы продолжим эту тему. Спасибо большое. В студии у нас была Виктория Кокорина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой лор-болезней Дальневосточного государственного медицинского университета.